итак друзья всем привет спустя две недели небольшого порыва мы снова организовали прямой эфир в качестве приглашенного гостя пригласили уже полюбившегося вам нашего большого друга независимого эксперта 3d художника арт-директора бизнес-девелопера серфера 3d художника на арт station которого на которого стыдно быть не подписано ссылка будет в чате ребят поэтому не зевайте подписывайтесь человека который принимал участие в разработке такие шедевры как вархаммер 40 тысяч space marine war thunder star trek инлистит кузин роял торн и других работал судьи тени билд редрифт урага кей и кей интертеймент space house octobox интерактив проводит огромное число прямых эфира хотя ему всегда есть чем заняться потому что уверен что талантам нужно помогать а вот бездарности пробьются сами данил купцов данил привет о всем привет отлично меня слышно да 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 бья значит значит ребят данил привет значит что мы смотрите мы решили улучшить наши прямые эфиры теперь помимо огромного числа полезной информации мы будем добавлять больше практического смысла мы попросили данила уделить большое внимание прикладным навыкам которые он смог бы передавать вам будет круто ставьте плюс в чат ребят вообще давайте поставим огонь и потому что мы постоянно испытываем дефицит в отношении вашей реакции в чате чат находится вот там как вы знаете вот здесь вот поэтому давайте пошумим огоньками поприветствуем сегодняшнего спикера великолепного данила так продолжим значит пару слов про форма сегодняшнего прямого эфира и пойдем по теме значит сегодня тоже как и на предыдущих эфиров первая часть будет посвящена главной теме сегодня она звучит так 3d моделирование как инструмент для творчества данил покажет на конкретных примерах какое развитие художественных навыков поможет приблизить вас к работе 3d художника что в свою очередь ведет вас в новый уровень на крупный мировый проект а значит увеличит ваши гонорары по ходу всего эфира пишите свои вопросы в чат еще раз повторяю это очень важно для нас чем больше пишите вопросов тем вообще просто эмоциональнее эфиры тем прикольнее ребят поэтому всех призываем быть максимально вовлечен как всегда для участников нашего фирмы мы приготовили специальные бонусы и о них расскажу по ходу встречи сегодня откроем для вас просто супер возможно причем как для новичков так и до тех кто же всерьез занимается разработкой трейдографии хочет уже прикоснуться к серьезным проектам так что будьте с нами и не упустите все самое лучшее не переключайтесь организационный момент кстати у нас здесь всегда ребят взаимоуважительная дружеская обстановка новых участников призываем вливаться в наши комьюнити в чате никому не надо хамить за мат модератора сразу банят поэтому лучше задавайте вопросы с ответах на них вы реально получите пользу все данил я ухожу в закат передаю микрофон тебе жги спасибо это было супер бодрое приветствие короче сегодня я бы хотел поговорить о подаче наших работ и мне кажется это довольно такая важная тема потому что мы как 3d художники изначально осваивают профессии она достаточно техническая и мы обычно концентрируемся на том чтобы сделать все правильно то есть концепт у нас как правило уже есть мы по сути должны вы просто повторить сделать модель грамотно технической точки зрения там достаточное количество полигонов экономить хорошие юви там потекстурить и так далее но где-то нам нужны артистические навыки и прикол в том что например уже для текстурирования они требуются да но мы не всегда знаем что можно сделать и сегодня хочу рассказать о том как можно подходить к подаче своих работ потому что это играет существенную роль не только в том чтобы найти работу или заказчиков но и в том чтобы внутри студии потому что это большая длинная жизнь уметь проявить себя показать что ты условно все художники что-то каждый день создают сливают куда-то эти скриншоты добавляют их карточки что вот посмотрите я сделал соответственно если вы подходите к процессу такому достаточно халатно просто скриншот из вьюпорта закинул в карточку и дал ссылку своему лид артисту чтобы он проверил он же тоже человек и он соответственно ну совершенно нормально будет воспринимать все выглядит так просто несмотря на то что он профессионал несмотря на что он там может вас по факту смотреть ему может что-то не очень понравится потому что вы просто не постарались подать свою работу вот и сейчас бы подумал с чего начать наверно то что за шартика так давайте думать так это наша station смысл в чем смысл в том что арт который создают 3d художники он по фактически не является конечным потому что в кино и в играх мы еще сверху добавляем очень много всего каких-то постпроцессинга и так далее но это не значит что мы не можем это все дело добавить уже сейчас чтобы показать как она будет выглядеть да то есть я сделал условно какую-то деталь робота вот вам нужна была деталь и держите на самом деле нет ее можно подать очень интересно и качестве примера сейчас одну секунду я взял работу с нашего стрима она вот находится вот здесь это смысле не стрима первая дипломная работа я не буду ни в коем случае не подумайте что я сейчас буду критиковать так или иначе каких-то художников я просто хочу объяснить то что мы все можем улучшить все можем преподнести каком-то более интересном свете и и в конечном счете будем развиваться как художники потому что в студиях задачи делятся на разные типы они как бы есть более технические более художественные соответственно джуниоры там и медлы они как правило занимаются более техническими задачами и если появляется какая-то составляющая которая требует художественных навыков то соответственно будут брать того моделера который может что-то сделать например нам нужен какой-то хороший ассет но он должен быть за текстурен или там должен быть скульпт какой-то или нам нужно сделать что-то по концепту концепт не очень полный и в таком случае эту задачу дадут тому у кого есть какое-то представление о художественных навыках умение подать свою работу и так далее вот в данном случае есть моделька забавного робота сама идея мне нравится но тут есть ряд вещей которые я бы хотел отметить значит ну во первых оно все очень простое может быть так и было задумано но оно пока слишком простое и одна из первых ошибок это то что этот робот находится прямо в середине композиции причем как бы не прямо как бы немного смещен по принципу третей это не то что мы хотим потому что композиционный то не интересно во вторых если вы заметите то слева у нас есть как бы гораздо больше гораздо меньший кусочек фона то есть робот смотрит влево и при этом слева у нас меньше остается фона да то есть по идее в том случае если он смотрит влево у него должно быть больше больше слева чтобы мы понимали что он куда-то смотрит перспективы направлен в ту сторону ну и конечно симметрия то есть и он понятно что он абсолютно симметричен хотя нет у него одна ножка приподнята но все так как бы очень просто стоит рыба смотрит в ту же сторону это такие вещи которые сразу убивают интересность то есть в любом случае было бы круто эту рыбу вернуть позу робота сменить композиционно это все по-другому отрендерить и даже вот на этом этапе но в принципе это выглядит не как там финальная работа это выглядит как какой-то этап работы допустим вася сделай робота вася сидит моделит робота в какой-то момент ходит лидартист говорит ну чё там готова покажи что есть и он показывает как есть допустим вот так допустим он даже нажал кнопку рендер в максе и у него вот отрендерил какой-нибудь в рей в эту картинку она понятная но она как бы не знаю не очень сильно впечатляет соответственно реакция будет соответствующая ну понятно ладно ты там еще делаешь приходи попозже а вот я сейчас перед стримом буквально за час решил попробовать что можно сделать с этой конкретной работой я вот уже чуть-чуть композиционно сдвинул этого робота и сейчас мы так на затравку закинем ничего получилось а вот что я сделал поменял композицию я добавил освещение я добавил какой-то фон и я добавил сюжет что робот с аквариумом с рыбой не знаю может быть рыба управлять этим роботом находит другую рыбу в разбитом стекле возможно кто-то убивает роботов или что-то случилось и вот у него как раз выражение лица у этого робота какое-то такое странное он типа что-то увидел не очень хорош и поэтому мне показалось что можно вот целом эта работа уже больше похожа на какой-то артворк на какую-то композицию и самое прикольное что это не требует много сил и времени чтобы этим делом заняться то есть сейчас мы пока что это дело наверное не знаю продолжать или нет мы наверное это дело пока отложим и в конце если останется время я буду дорабатывать эту историю и мы что-нибудь сделаем новое так значит давайте какой-нибудь разберем обычный кейс например с тем что у нас просто есть модель и мы хотим ее отрендерить я взял модели со скетч фаба скачал просто чита вот метод второй кран если что я буду с него перетягивать поэтому не удивляйтесь откуда все появляется вот какая-то пушка какая-то пушка а не я секундочку забыл забыл зайти в одну тему и объяснить вот это мое портфолио и я делал для игры singular space ассеты вот они достаточно абстрактный потому что это космос это какая-то супер далекое будущее то есть это чисто сай-фай и он очень беспредметный вот эта вот штука она должна по идее генерировать крипов как в бараке в доте да но как объяснить целом она неплохо получилось сама по себе но она не дает какого-то такого ну представление о том что это такое то есть здесь какой-то вот можно создать какой-то настроенческий арт и атмосфера совсем недолго то есть грубо говоря вот эти два рендера это просто real-time рендер из мармасета без какой-либо особый пост пост обработки и чего-то еще это мы все умеем понятно а это уже атмосфера то есть это какой-то получается артворк который может быть использован как splash screen как что-то еще и также он передает вообще загадочность всего этого дела вид от первого лица и так далее она уже как расширяет наше восприятие причем вот конкретно на эту работу у меня ушло ну я не знаю 10-15 минут на самом деле то есть мы вот сейчас как раз все это дело будем проходить так значит что нам интересно нам интересно то что игры и фильмы это всегда иллюзия да то есть они показывают нам то чего нету или какую-то вымышленную ситуацию в любом случае поэтому мы как бы вообще такие волшебники и фокусники и так далее и не стоит себя ограничивать на том факте что вот я должен делать 3d модели и типа на этом все потому что если мы говорим что у нас есть допустим модель ружья она предположим хорошее я точно не могу сказать даже не проверял но это не значит это мы понимаем что она по идее должно стрелять что она должна создавать какое-то настроение и так далее поэтому мы будем сейчас это дело вытаскивать из этого ружья и интересно так сегодня я буду чуть меньше говорить и чуть больше показывать поэтому если я буду тупить то не надо обращать внимание особо так высот нам не понадобится так на что мы смотрим в первую очередь но сейчас конечно этот рендер очень сухо выглядит и ничего интересного я так понимаю что ученики школы тимарта не знакомы с мармасетом поэтому не должно быть проблем мы сейчас подбираем ракурс и мы сейчас подбираем свет вот потом еще что-то с этим сделать мне кажется что будет круто если она будет стрелять поэтому я хочу построить композицию вокруг этого дула и опять-таки со стрельбой условно в честную в 3d моделить плашки с альфа-каналом которые выглядят как огонь раскладывать их здесь пространстве это будет очень долго это это отдельная работа в идеале это должен быть какой-то vfx и мы как бы этого не хотим но по идее это ружье она крутое все супер и мы хотим выложить в портфолио чтобы добавить вот это вот как бы фантазию расширить потому что просто модель это скучно а конечном счете эти модели нужны для того чтобы делать что-то крутое что всем нравится и вот мы собственно будем делать сразу что-то что всем нравится потому что таким образом мы привлечем внимание композиционно я сейчас буду располагать его таким образом чтобы у меня вот этот вот focal point который находится в месте где дула располагался в в одной трети экрана то есть вот я мысленно делю экран на три части по вертикали и на три части по горизонтали и приблизительно размещаю его так чтобы он был в одной трети это просто правило третей честно я не могу объяснить почему именно она работает но она работает то есть если вы прямо что-то в лоб делаете это как бы выглядит с более статично более скучно а вот так и мы пойдем со светом это у нас я думаю вообще мы сделаем по сути у нас есть стандарт филлайт примлайт и мейнлайт и по того филлайт это свет который просто засвечивает всю картинку чтобы в принципе что-то было видно фактически его роль выполняет вот этот вот environment это такое типа правило рендеринга или без римлайт это свет который у нас идет сзади мы его можем крутить вертеть и он дает очертание силуэта интересно где он там его покрутим чтобы он светил сзади немножко и обычно выдела специально поярче чтобы просто видеть что то происходит работе я еще с этой моделью еще не работал поэтому сразу говорю что не бар не гарантирую что получится но будем стараться будем стараться вытаскивать дело так и обычно римлайт но это зависит от вкуса его часто делать синим ну просто потому что это такой какой-то голливудский стандарт обычно мы всегда стараемся добиться контраст цветов через их температуру холодные и теплые вот соответственно холодный цвет классно смотрится сзади теплый смотрится фронтально и с точки зрения композиции что бы еще хотел добавить то что мы всегда можем выбрать собственно что мы хотим сказать есть статические композиции динамические и конечно если допустим мы бы хотели чтобы это ружье выглядело как например чертеж или оно например стоит на станке и вот оно только что произведено как то так сухой инженерный подход мы будем выбирать другой ракурс какой-нибудь прямой вообще с очень большой толстой линзой которая убивает перспективу и так далее в данном случае ну игры продают идею того что это экшен это динамика это веселье поэтому мы будем искать какой-то динамический динамический вариант так появляется одно за другое в целом если говорить о теплых холодных цветах непосредственно в армасете нужды устанавливать оттенки этого света нету потому что он его можно потом будет поменять в фотошопе собственно чем мы и займемся вот так чтобы не быть голословным в общем здесь есть коротенько опции настройки камеры вот камеру желательно копировать потому что так вот чтобы чтобы мы не потеряли ракурс потому что если мы сейчас ее пошевелим то она съедет и мы не сможем переключиться обратно на тот же самый ракурс который мы нашли так собственно здесь особо трогать наверное ничего не надо потому что мы будем это все делать в фотошопе вот хотя есть какие-то ряд эффектов которые которые дает нам мармасеты они неплохие сейчас одну секунду где что тут происходит да так это на потом это на потом минуточку вообще прикольно получилось мне модель сама по себе не очень нравится типа у нее прикольный дизайн по форме но она слишком лоупольная и у нее довольно плохие текстуры это хорошая история потому что мне будет у меня будет шанс вам показать что с этим можно сделать потому что очень многие вещи можно сделать позже для для какого-то там промо-арта или еще чего-то такого но на самом деле суть того чем мы сейчас занимаемся в том чтобы вот представьте вы моделите собственную вещь какую-то и вы пока не знаете как все должно выглядеть и очень сложно понять как идти к финальному результату соответственно можно пробовать итеративные подходы то есть вы на каком-то этапе модели на каком-то этапе работаете модель делаете с ней небольшой рендер и после этого вы пробуете с ним поиграться тогда вы понимаете что например у нее недостаточно классной детализации в текстурах и все такое но их гораздо проще рендер я сегодня буду стараться делать все очень быстро поэтому не будет такого жесткого полишинга этого всего дела вот и мне главное донести до вас идеи которые можно делать вот чтобы вы потом уже поиграли с этим делом так мы ее быстро рендерим так получилось сейчас единственное что хочу добавить это transparency потому что он убирает задний фон который нам сейчас не нужен вот отлично все идем фотошоп с этой штукой тут я предлагаю сразу по умолчанию начать с какого-то темного фона не рекомендую использовать совсем черные цвета совсем черный совсем белый потому что они не так скажем мягко и приятно смотрятся конечно это опять таки зависит от наших целей того что мы именно хотим показать что такое очень мрачное но в целом лучше оставлять хотя бы пять процентов яркости у черного и белый тоже не задирать на сто процентов оставлять ему там 90 95 и так далее потому что все познается в сравнении и как бы если мы сейчас задерем очень сильно все частоты вот мы можем увидеть например levels то мы видим что черный и белый они очень задорно они выходят вот за пределы хистограмма вот целом это не есть хорошо поэтому я даже наверное их срежу и так и так вот у нас есть ружье композиционно нас устраивает целом даже мне нравится что вот эта нижняя часть его выровнена горизонталь с позиции так уж и плохо можно попробовать то есть допустим никогда не бойтесь экспериментировать и шевелить все на свете все двигать увеличивать купить и так далее вот кстати за разрешение картинки я тоже не сильно парюсь можете конечно сделать больше все-таки я его свернул чтобы совсем параллели не было потому что параллельные линии они создают статичное скучное ощущение от композиции то есть в данном случае мы работаем с динамикой вот про эти трети которые я говорил они обычно открываются через кроп если мы хотим изменить пропорции нашего изображения оно помогает нам видите найти вот эти трети вот и мы в данном случае хотим сейчас поместить ружье вот где-то так может быть мы еще будем мы это будем менять много раз так значит дальше что у нас тут еще есть мне не нравятся вот эти вот однородные текстуры потому что они ну просто смотрится очень дешево у них какой-то низкий low resolution да поэтому что можно сделать можно либо взять вручную и кстати это очень хороший повод чтобы научиться рисовать потому что наверное я так и учился в целом когда переходил на тему здесь у тебя уже есть все цвета соответственно можно выбрать какой-то конкретный и например порисовать тут типа царапин да что-то разнообразить чтобы оно не не страбило так сильно вот можно также там зарезать какие-то детали которые нам не очень нравятся допустим если вот я смотрю этот уголок его можно как-то скруглить и в данном случае если мы говорим про там какие-то ну условно мне кажется это ружье достаточно стилизованное поэтому классический сам прием для стилизации это это близард допустим это рисование таких зарубок которые есть в zbrush orbbrush да то есть мы рисуем мы берем вот этот цвет сверху рисуем такую зарубку я рисую беру блик потому что я понимаю что цвет идет сверху вот под этим углом да у меня в этой зарубке идет вот такая штука и я ее допустим наверное то есть мы немножко пытаемся разнообразить силу этой пушки и вот эти вот места кстати тоже если вы видите полигонаж вы можете его сгладить вручную это на самом деле нормальная тема если оно сильно палится то нафиг надо вот это реально быстро и это помогает набить руку просто на рисовании причем вы обратите внимание что я не особо сильно стараюсь рисовать аккуратно да просто сейчас смотрю на элементы которые мне в первую очередь бросаются в глаза итак быстренько сейчас подумаем что можно сделать с текстурами я для текстур себе создал такую папку в которой я просто коллекционирую разные картинки например металл это всякие разные текстуры металла допустим я если мне понравилась от текстура там я нашел на хорошем разрешении я сохраняю папку металла и я могу использовать ее как в 2d так и в 3d в любых случаях это полезно иметь какую-то свою библиотеку потому что вы потом поймете какой у вас стиль и что вам нужно вот данном случае я могу просто кинуть любую текстуру допустим ржавчина какая-нибудь и кидаю оверлей вот собственно все что нужно видите ружье уже такое вау типа с историей вот все что-то происходит можно теперь вот в этом же самом режиме эту текстуру крутить как-то ее олайнить ой подожди мне почему-то подключат мышки вот посмотрим хочу я куда-нибудь вообще честно я вам скажу так я за вот такие мелочи сильно не парюсь то есть чем дольше я стал работать чем дольше я работаю тем меньше я переживаю из-за каких-то мелочей ну наверное вот я бы руководствоваться какой логикой давайте давайте рассуждать вместе вот у нас есть текстура они есть горизонтальная такая длинная полоса а ружье уже само по себе представляет из себя набор параллельных линий а то есть вот эти вот стволы 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 и еще вот эти вот какие-то держалки вот получается что если мы добавим эту линию сюда же которая будет с ними в параллели то мы по сути просто добавим шума потому что ну она она как сказать она будет добивать эту идею и она уже в избытке эта идея реализована в этом ружье в самом дизайне поэтому логично было бы повернуть ее допустим вот наперекосяк по диагонали вот чтобы она наоборот била била эту идею да это будет смотреться интереснее то есть это просто такой логический подход который я придумал в общем значит так значит эту текстуру можно чуть-чуть подтереть она ну в общем есть несколько вариантов с этими текстурами сейчас я покажу наверное все я сейчас просто сотру мусор который от меня остался но он меня не бесит и мусор так у нас уже есть ружье так интересно давайте думать хочется добавить какие-то блики какой-то свет но я знаю что оно будет у нас стрелять поэтому мы сначала добавим соответственно этот выстрел который является источником цвета а потом будем смотреть как это будет дело бликовать свет то же самое в моих папках есть всякие наборы с текстурками огня такими просто изображениями сейчас я попробую что-нибудь оттуда достать и посмотреть как оно подходит опять-таки это все дело ну так пробуется пробуется много раз а ну кстати вот что мне не очень нравится в фотошопе это то что приходится работать с перспективой вот таким образом сейчас так как выстрел идет как бы немного в нашу сторону я эту картинку изначально расширяю и опять-таки я обращу внимание что я не парюсь за счет того по тому поводу что по тому поводу что она низкого разрешения то есть это на самом деле в каком-то смысле ну это может быть важно но я предпочитаю на этот счет не переживать потому что в конечном счете мы на композе это все будем выравнивать и получится хорошо так так и значит у нас есть типы смешивания разные что мы хотим ну обычно базовый это скрин color dodge он уже нужен немножко для другого поэтому пока что мы оставим скрин вот здесь в целом вообще есть вариант полениться просто скопировать этот слой как нибудь его вклипнуть по вертикали чтобы не искать другую текстуру мы просто попытаемся реюзнуть эту же самую и посмотреть что получится это условно у нас будет выстрел из верхнего дула эй вот вот сволочь так и наверное и наверное какой то нужен общий один большой кусок огня который соединяет все эти штуки вместе у меня как будто бы даже такого и нету в опасе сейчас надо подумать если его нету тогда его буду углить если интересно то я покажу как так 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 что-то мне нужно направленное что-то в какую-то сторону смотрящая то есть не просто взрыв который во все стороны разлетается а какая-то штука ну вот это более-менее похоже на направленное давайте попробуем ее я ее прямо беру копирую из угла и так как она мега гигантская ее придется уменьшить то же самое пока что оверлей для начала и посмотрим попримеряем ее что она из себя представляет неплохо кстати что очень рекомендую меньше думать вот серьезно думать вредно поэтому а да можно было бы куда-то повернуть сейчас какой-нибудь там умный парень найдется который скажет но я его поздравляю и сидит по 30 лет подбирает какие-то подходящие мы сделаем за это время много классных работ и станем супер художник здесь я уже вручную дорисовываю внутри дула некий цвет опять таки я это делаю очень так это полтурно вот без фанатизма потому что опять таки если мы говорим о портфолио или о подаче работы внутри студии вряд ли кто-то будет разглядывать типа зумить эту картинку и все такое скорее всего будут смотреть на превью в артстейшн да и представьте себе превью артстейшн с ружьем который не стреляет или превью ружья который стреляет ну типа интереснее выглядит ружье который стреляет как минимум хочется нажать посмотреть что это такое вот поэтому мы поэтому оно у нас и будет стрелять так наверное это дело так так дальше думаем что у нас с цветом этого огня по гамме и по всему такому мы сейчас имеем несколько пусков которые были одного типа соединяем и попытаемся просто выровнять с огнем который мы вставили второй потому что мне нравится что он более сочный делать это легко просто и тут по сути достаточно добавить сатурации этому огню вот он уже более-менее начинает залетать а и наверное еще чтобы было весело и много деталей мы добавим искры у меня кстати есть паркс так вот они гамме а то есть идея в чем идея в том что мы сейчас говорим следующее Да, мы 3D-моделеры, мы моделим пушки или что-то еще. Да, мы знаем, что реально в играх это все делается через FX-ы, но чтобы создать полноту картинки, мы эту иллюзию подарим нашему зрителю, нашему кому-то еще, заказчику и все такое. Вот. Так. Подслежим, у него темненькое. Посмотрим, что будет. Весело или перебор? Переборка. Тогда мы можем оставить какую-нибудь маленькую интенсивность. Ладно, не будем оставлять маленькую интенсивность, оставим большую. Так. Ну что, теперь со светом можно попробовать поиграться. Сейчас еще проскочим пару моментов. А, ну конечно дым. Конечно дым, дым это просто все. Наше все. Какой мы хотим дым, который идет из пушки или который вообще внизу? Ну давайте пока что, который идет из пушки, потому что он, пока что мы работаем над идеей того, что она стреляет, а уже весь остальной дым будет где-то вокруг. Так. Просто какой-то дым. Таким же образом он пройдет. Так. Так. У меня сегодня что-то очень глючит. За шоп. Пасается там по себе. Тут я просто стираю лишние куски дыма, которые мне не очень нравятся. И если я хочу, я могу, допустим, что-то дорисовать из дыма. Там куски. Например, чисто в качестве акцента. Может быть, он идет здесь. В эту сторону куда-то. Может быть, он еще вот так выходит. Нет. Там же какой-то затвор был. Вот. И это дело потом размазывается какими-нибудь софт. С матч-кистью. Отчасти, чтобы добавить акценты. Отчасти, чтобы оттенить этот дым и добавить ему конкретные читаемые формы. Вот. И какую-то динамику добавить. В данном случае у нас так, ну, конусно, это все расходится. Вот я его весь размазываю. Хочу еще добавить, допустим, нюансный какой-то акцент. Да. И еще его чуть-чуть. Так, кстати, если хотите, можете прислать что-то из ваших работ, которое вам, например, не нравится. Или вы не знаете, что с ним можно сделать. И мы можем прямо на стриме попробовать что-то сделать. Так. Что здесь хорошо, что плохо. Согнем перебор. В первую очередь слишком много, он слишком яркий. Надо его чуть-чуть под это. Вот, пригасить. Уру. Видите, какой веселый смешный. Супер. Не послушаешь. Так. Что мне тут не очень нравится, то, что мы, конечно, тут теряем идею силуэта этого ружья. То есть оно за счет таких мощных выстрелов уже не очень видно, что там вообще, откуда оно летит. Вот. Я сейчас подумаю быстренько, кстати, можно сделать. А может и не нужно. Идея в том, что эта работа, она должна лежать у вас условно как дополнительная работа в портфолио рядом с этим остальным всем ружьем. То есть у вас есть ружьё, видно, что оно трехмерное, видно сетку, видно текстуры и так далее. Ну и еще в дополнение, в качестве бонуса, вы предлагаете посмотреть на какой-то экшен с этим ружьем. Я, наверное, прямо сейчас хочу пройтись и все это дело соединить в один слой и попробовать фильтры. Точно абсолютно нам понадобится виньетинг. Его можно сделать с помощью эллипса. Это для того, чтобы заглушить края взрыва и оставить акцент на непосредственно самом ружье. И. Так. Так, ладно, все это дело заглушили, и теперь пойдемте в основные фильтры. Просто с фильтрами. В целом у нас здесь есть большая библиотека фильтров, которые заложены заранее в фотошопе. Вот, их можно просто листать, потому что мы на самом деле никогда не знаем, они нужны все для разного. То есть, скажем так, в зависимости от экспозиции, от композиции, от цветов и все такое, каждый раз будет подходить разный фильтр. Называются они довольно по-дурацки, поэтому единственный способ посмотреть, что происходит, это вот их так. Ну да, понятно. Не выдержал мне фотошоп, чувствую, требований у меня тоже нету, да? Класс. Потому что я готовился к стриму, открыл сразу заранее себе кучу-кучу окон, и они у меня все... Они у меня все перегрузили все к штамм. Так, ладно, окей, окей. Давайте тогда пройдемся снова по... Блин, это кошмар какой-то. И по ней тоже не пройдемся. Так, ладно, с ружьем более-менее понятно. Жалко, что у меня завис фотошоп. Вообще, наверное, в идеале бы мне перезагрузить комп. Отвалиться на 5 минут, чтобы просто расчистить загрузку диска С. Вот. Ладно. Окей, окей, хорошо. Так, пойдемте дальше по какому-нибудь другому ассету. Так, какую-нибудь бочку возьмем. Заодно я познакомлю вас с этим Artificial Intelligence, который очень лично мне помогает. Так, бочка. Бочка, бочка. Так, у нас есть бочка. В общем, все понимают, как ее надо рендерить. Вот так вот. И все. То есть здесь как бы получается, что у нас... Да. Да. У нас обычно... Ну, в портфолио вот они так и лежат. И ты спрашиваешь себя, ну почему так? Типа, почему ее нельзя как-то было бы подать поинтереснее и так далее? Ну, во-первых, то есть тут не хватает динамики, какой-то композиции и что-то еще. Я предлагаю сейчас как-нибудь быстренько накидать эту композицию. Вот. Для начала можно скопировать эти бочки вместе. Так. И одну из них положить на бок. Так, здесь бочка. Вот. Это уже получше. И, наверное, нам интересно было бы иметь какой-то terrain. То есть мы сейчас быстренько его создадим. Для этого предлагаю спать браш. Но, честно говоря, не нужно знать браш, чтобы сделать эту штуку. Просто берем некий plane, дивидим его. Так. Что происходит? Так, тут, короче, мы вообще не паримся. Мы просто рисуем на этой штуке какой-то, какой-то surface. Я, опять-таки, предлагаю никогда не тратить много времени на это дело. Так. Очень интересно, почему у меня он не скидывается. Давайте я. Да. То есть наша задача просто сделать какой-то интересный, какой-то surface. Даже не интересный, а какой-то. Типа это что-то, где наши бочки лежат. И самое интересное, что нет смысла подгонять, кидать их сюда. В данном случае это чисто, чтобы была какая-то поверхность, которая нам даст схожие, там, не знаю, блики света, холмики, там еще что-то такое. Для того, чтобы получить фактуру какую-то, типа земли и так далее, в браш есть surface noise. В спотлайтере он лежит. Тут можно взять любой органический. Кстати, неважно. Вот какая-то такая фигня. Настраивается он в настройках surface. Тут можно поменять масштаб, там, посмотреть, сколько чего мы хотим добавить. Допустим, ну, не знаю, вот чисто так мне нравится, как выглядит. И потом оно дело берется в маску. И в маске мы это дело быстро продавливаем. И можно еще просто сверху добавить какой-то другой noise, дефолтный. Допустим, вот, deformation, здесь, слайдер с ноизом. Чтобы он просто... Чтобы он просто был. Так. Что-то встану. Что-нибудь еще ковырется. Кисть подходит совершенно любая. Просто берем какую-нибудь мелкую альфу. Может быть, даже вообще альфу, знаете, базовую, которая здесь вот есть, она анатомическая, для пор или там чего-то типа кожи и лица. Ее, она, в принципе, нам создаст вот этот вот эффект. Какой-то текстуры. Какой-то. То есть, суть не в этом. Все это будет фотошопиться. А сейчас нам нужно, чтобы цвет и тени попались на плей. Все. В общем, она готова. Мы ее экспортируем. Так. Мы ее экспортируем. Мамасад. Я. Мирбас. Она очень маленькая получилась, и она сориентирована тоже странно, но мы ее просто сформировали. Когда мы ставим две бочки в композиции, то таким образом мы решаем как раз вопрос третей, потому что она теперь не ровно посередине, она немножко вот как раз в одной трети, но и пустоты тут нету, потому что эту пустоту занимает вторая бочка. Вот, собственно, это уже хорошо. Так, посмотрим, что у нас скажет камера. Можно купить посмотреть. Чем больше, чем тоньше линза, тем как бы больше динамически получается картинка. Очень мы хорошие. Так, и погнали со светом. По свету все то же самое, то есть есть некий fill light, который просто дает нам видеть то, что происходит. Есть rim light, это свет, который подсвечивается сзади. Понятно. Схема освещения на самом деле очень много, и было бы неправильно утверждать, что есть какая-то только одна схема правильная. Но лично мне нравится, потому что если мы говорим о формате подачи работы для портфолио, то мы хотим оттенить наш объект непосредственно. И, как следствие, для него очень такая схема классно подходит. Сейчас мы покрутим, просто посмотрим, я сейчас сам не знаю, что получится. Размер источника света меняет четкость теней, которые мы видим. Это тоже хорошая штука. Так, мы его, наверное... Мне на самом деле нравится, как он работает в данной ситуации, поэтому я его оставлю и просто создам еще один дополнительный, который будет в выборочном порядке мне подсвечивать бочку главную в центре. Так, вот она. А, ну вот, собственно, этот блик, который я хотел, он сразу появился. Вот здесь. И какой-то источник света спереди, который даст нам осветить нашу бочку. Бочка и сюда. На самом деле расположение непосредственно источников света в Мамасете в данном случае никак не влияет. Нам это неинтересно. Потому что он является directional. То есть это просто, по сути, он показывает нам вектор, направление которого будет идти свет. Здесь есть и локальные источники света, их тоже можно использовать. Это, в принципе, неплохо. Также вот, когда мы смотрим, мы можем думать композиционно, нам интересно. Вот, допустим, поставить значок на бочке прямо в лицо, это неинтересно. То есть вот любые симметричные такие статичные решения, они убирают визуальный интерес. Повернуть ее в сторону, получится тот пример, как я говорил с роботом. Потому что робот, он смотрел за пределы композиции, куда-то непонятно куда. И это смотрелось странно, вызывало какой-то дискомфорт. Соответственно, у нас композиция в бочке смещена влево, а это как бы ее лицо. Поэтому логично, что она будет смотреть немножко вправо. Я бы так сказал. Что мне тут нравится, что нет. То, что... Миталик очень черный. Миталик очень черный. Спасет его только другой свет. Мне не нравится другой свет. Ладно. Это все. Где-то все лирика. Ладно, погнали так. Погнали так. С настройками камеры я ничего делать не буду. С настройками рендера сделаю побольше сэмплов немножко. Здесь, кстати, в камере есть очень хорошая штука, называется Safe Frame. Я ее очень рекомендую использовать, потому что она как раз дает нам понять пропорции нашей картинки. Это выглядит. И крутите все время камеру. Видите, сейчас, например, на ведре вот на этом справа появляется какой-то интересный блик. Он довольно клево выглядит. Можно его оставить и, исходя из него, что-то попробовать передвинуть. Так. Наверное, эту бочку я хочу чуть-чуть наклонить тоже, чтобы было чуть больше динамики. Ничего страшного, что она утопает в земле, в плейне. Потому что мы поменяем что-нибудь, дорисуем там уже на тошопе сверху. Так. Так, 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 так. Текстура земли. Текстура земли. Текстура земли. Да, тут я предлагаю просто поставить что-то достаточно среднее, нейтральное, темное. Бежит к серому, чтобы оттенять эти дела. Вот. Нас вообще в таких ситуациях, когда мы что-либо рендерим, в первую очередь интересуют контрасты. То есть, если они нам нравятся, то это самое главное, потому что непосредственно цвета можно поменять. А вот как раз value менять сложно. То есть, если мы потом захотим сделать блики эти менее заметными, и какого-то общего инструмента для этого особо нету, и придется их как-то выделять и что-то приглашать вручную. Но это не всегда удобно. Вот. Поэтому в данной ситуации мы смотрим не на цвет, а на параметр value, то есть яркость вещей. В данном случае блики, конечно, все-таки очень яркие получились. Я их попробую что-то с ними сделать. Они, кстати, не отсюда. Класс. Ладно. Да, погнали. Погнали рендерить. Мармасет — это реал-таймовый рендер, но у него есть настройки raytracing, которые превращают его в прогрессивный рендер. Прогрессивный рендер выглядит лучше, надо сказать. Из минусов то, что у нас теперь plane тень собирает. А, давайте мы откажемся, потому что у нас за счет global illumination стал падать свет на все объекты. И сейчас мне, кстати, реально начинает нравиться. Все клево. Так. Делать чуть-чуть вот концуем. Чуть как-нибудь так. И вот в этой ситуации уже можно начинать думать. То есть, вообще, какая мысль? Есть бочка. Бочка — простой объект, скучный. Я смоделил бочку, никому не интересно. Но, в целом, что это такое? Это какая-то бочка с каким-то топливом. Она нужна на какой-то фабрике. Она может загореться, может взорваться и все остальное. То есть, мы хотим продать эту иллюзию, эту фантазию и так далее. Поэтому я планирую сделать, условно, какую-то свалку. Может быть, на фоне какой-то фабрику или что-то еще, чтобы подавить вот это настроение этой темы. Так. Все. С этого места мы уже теперь рендерим. Секунду. Говорить одновременно, высчитывать что-то происходит — это довольно непросто, честно скажу. Так. Есть, у нас есть картинка. И она опять без консперности. Класс. Так. Окей. Все супер. Получились. Получились бочки, получилась какая-то земля. Как вы понимаете, землю сделать было несложно. Бочки поставить как-то интересно тоже несложно. Руководствоваться можно какими-то художественными основными принципами композиции и так далее. Опять-таки, я лично не стараюсь обычно долго на это что думать. Я лучше сделаю много разных работ и посмотрю, что получается. Сейчас я попробую подумать, что я хочу. Наверное, я хочу понять, что будет с общим освещением происходить. И для этого я выберу фон. Фон я просто пойду смотреть в гугле, и я наберу какую-нибудь фабрику ночью. Так, и тут, и тут, и тут. Мне по сути интересен чисто силуэт этой фабрики. Иногда есть вещи, которые кажутся, что не заработают, но могут сработать. Их имеет смысл попробовать. То есть мы попадаем в какой-то фон. Начинаем его возюкать вокруг. Смотреть, что он там из себя представляет. Это не очень. Это неплохо, но это не очень. Я себе представлял другое. Так. Какую-то другую фабрику. Я почему про это рассказываю? Потому что есть концепт художники, есть просто известные художники в Artstation. Я очень долго думал, что они типа в честную смоделили все вот то, что у них есть в их работах. Правда, это было довольно глупо и наивно, но я думал, что если там изображена какой-то склад или фабрика, где пару бочек, то это прямо все отмоделено, оттекстурено в Game Ready и наводкнуто. А оказалось, что правил никаких нет. И когда есть возможность использовать что-то дешевое, простое и чем-то заменить, то оно так и делается. И в кино, например, фоны тоже рисуются специальными художниками, которые называются мэтт-пейнтеры. Вот. Это такие очень... Могут быть кьюб-мэпы, скайбоксы или что-то еще. Тем не менее, это очень большое полотно, отрисованное в тех же «Звездных войнах», какие-то города на поверхности планет. Они частично отмоделены в тех местах, где это нужно. Где нам нужно, чтобы космический корабль между домов пролетел и так далее. Но с какого-то момента начинается просто фон, какой-то задник. И мы, собственно, сейчас вот такой вот задник просто найдем в гугле. Так. Ну, иди ко мне, задник. Пожалуйста. Кстати, кстати. Да, с футермарками. Футермарки мы сегодня удалять не будем, это займет время, поэтому найду что-нибудь еще. Что-то, 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 что-то. Блин, это неплохо было, кстати. Да, наверное, вот это неплохо. Ну, маленькая. Ну-ка, ну-ка. Да, уж она, конечно, не совсем крошечка. Что-то, майк, картинка, черта дери. Что же делать? Искать большую. Ту-ту-ту-ту. Мне хотелось просто силуэты труб какие-то, да, вот так вот, наверное, на фоне накидать и все. Чтобы... Чтобы просто что-то было. То есть не для того, чтобы что-то мудрить. И тут я пытаюсь понять, что с перспективой происходит. В целом перспектива такая всепрощающая штука, как мне кажется. Вот. Потому что мы никогда не знаем, человек под таким ракурсом на самом деле лежит, стоит, на какую камеру это снято. Поэтому можно не очень сильно париться и просто играться с ней как захочешь. Сейчас я подгоню по цвету. Окей. Так, окей, хорошо. Теперь я перейду к искусному интеллекту. Короче, Photoshop имеет в данный момент встроенный искусственный интеллект, который называется Firefly. И он отличается от Mid Journey или Stable Diffusion тем, что он не ворует чужие работы, а он работает на основе архива, который был собран компанией Adobe. И просто большое количество художников, которые любят Photoshop, которые хотят, чтобы он развивался, они задонатили свои работы в эту компанию. И она использует вот эти вот, собственно, наработки, архивы для того, чтобы генерировать какой-то фото. Соответственно, мы можем просто выделить область, которую мы хотим расширить и сгенерировать. Мы генерируем ему какой-то фон. Он нам предложит несколько вариантов. Это потому, что я решил, что композиционно мне хочется это дело сделать пошире. Чуть-чуть. А, понятно. Догенерим землю. В целом землю, то есть с этим искусственным интеллектом работать нужно уметь, потому что нужно понимать, что он может сделать, а чего нет. И, исходя из этого, делать запросы. В целом он умеет прям продолевать идею того, что мы сделали, но в том же абсолютно стиле. Но, например, если бы изначально вообще не было никакого плейна, то он бы его не смог генерировать, и он бы, скажем так, имел бы трудное время с тем, чтобы создать землю, например, которая совпадает по перспективе с нашими бочками или как-нибудь грамотно их облегает с разных сторон и что-то еще. Так. То же самое мы делаем с виньеткой. Виньетка используется в тех случаях, когда у нас есть какой-то один объект, который мы хотим показать, и дать на него акцент. Вот. Вот. Соответственно... Здесь есть на этой картинке некоторые такие косяки с разрешением. Я их сейчас просто подсмажу кистью. На самом деле не то, что точно туда. На стриме наверно это вообще не видно. Вот. Что тут можно... Еще раз, пожалуйста. А, понял, да. Тут можно порисовать, и еще раз напомню, это очень прикольно, потому что в целом, наверное, рисовать сложно. Ну, ты и мне сложно рисовать, но я учился рисовать именно за счет того, что я работал в 3D. То есть, почему стрим называется 3D как инструмент? Потому что он у нас есть, и он сам по себе может нам приносить деньги, обеспечивать нас работой, но также он является просто только частью всей индустрии того, что делается. И он помогает, может нам помогать учиться и так далее. В данном случае, если мы говорим про землю, я бы, наверное, сходу бы не нарисовал вот эти всякие неправильные трещины со светом и все такое, ну, потому что это было бы сложно. Сейчас, когда у меня есть референс, я могу что угодно из этого повторить. То есть, я понимаю, что если я хочу сделать благорок земли вот здесь, я его просто рисую, и теперь я пытаюсь понять, где бы там у него были блики и какого цвета. Соответственно, если они где-то в тени, окей, я их перерисовываю тут, а темная тень, она где-то здесь, в этой фигне. Вот, соответственно, попрактикуйтесь, посмотрите, это очень интересно и зазорно. Так, теперь мне хочется это дело состарить чуть-чуть, и, соответственно, я возьму текстуры, опять-таки, металла. Подтеками, ржавчины какой-нибудь. Я ее поставлю вверху. Без оверлей. И левлами прибью у нее какие-то стороны разные. Что еще есть? Допустим, можно просто рассуждать по какой логике. Допустим, у нас есть железные бочки, они лежат на земле где-то на фабрике. Выглядят очень стерильно. Типа, недостаточно интересно, что может быть. У них там какое-то масло, мазут внутри. Масло, мазут или высокие температуры, они создают цвета побежалости. Цвета побежалости – это вот такие вот радужные фиговины, которые дают интересный такой характерный оттенок тому делу, особенно металлу. Вы это наверняка видели много раз. Вот. Соответственно, я ее оставлю только на этой бочке, тоже через маску. Смотрите, что будет. И так как она в данном случае, ну, слишком зеленая, мне это не очень нравится, я хочу ее просто перевести в другой оттенок. Так. Окей, так все, папа богаче. Мне не очень нравится этот блик на бочке, поэтому я его размажу. И кистью с текстурой накидаю здесь сверху металли. То же самое можно быстренько провернуть и с краями, которые слишком рифленые. Мы их просто пилим. Так. И, наверное, еще какой-нибудь фиговины докидаю сюда ржавой. Та же самая текстура, что с ружья. Порощай ружье. Нам было очень дорого. Мы тебя почти сделали. В данном случае текстура не обязательно должна прям, типа, виднеться. То есть вы можете понимать, что это все, как бы, дьявол кроется в мелочах. И вы можете не париться по поводу того, что оно что-то прям сильно видно или сильно не видно. То есть часто очень художники совершают ошибку, когда если они что-то рисуют, им прям надо, чтобы капец как сильно это было видно, они начинают эту текстуру вмазывать по полной программе. Получается очень шумно. Вот. То есть иногда вот эти нюансы, они очень круто работают. Если кто занимался музыкой, например, меня поймут. Когда ты для гитары накручиваешь эффекты звука, то, да, и реверп, и дилей, и фленджер — это очень классно. Но как бы стопроцентный фленджер или стопроцентный какой-нибудь дилей с максимально выкрученными наверх настройками, это очень фигово звучит. Это уже совсем другая история. Вот. В данном случае я тут просто добавляю какие-то пятна, масло. И я их добавляю не прицельно, это просто кисть, которая рисует этими штуками. Кисть вообще очень просто найти. Даже не смотрите, как говорится. Вот. И мы это делаем быстренько. В тех местах, где нам это не нравится или оно мешается, мы это хотим просто. Даже можно, в принципе, обыграть идею того, что здесь льется масло. В этой бочке. Теперь-таки хороший повод рисовать. Допустим, целую картинку рисовать я бы не стал. Мне было бы лень. Вручную, имеется в виду. Но обрабатывать 2D — это весело. Вот он у тебя пыльется. И, наверное, напачкаем на снегу всякого. Так. Пачкаем и постираем. Да, вот так хорошо, когда он не совсем закрывает все, а как будто он просто пропитался в землю и так далее. Вот. Вот это прям замечательно. Так. Ну что, что тут еще можно быть? Надо пофантазировать. Чего еще тут может быть? Мне кажется, какой-нибудь какая-нибудь решетка электричественная. Сейчас я ее быстренько загуглю. Будет тоже неплохо смотреться. Ну да, уж, конечно. Что? Что? Не совсем. Что? Когда мы ищем какие-то такие работы, фотографии, точнее, очень хорошо понимать, что мы именно хотим найти. официально то, что требуется для... Как работает фотошоп, что из этого вообще имеет смысл пытаться вставлять, а что нет, потому что оно просто не вставится. Ну и также уметь писать запрос. В целом, мне практика подсказывает, что на английском языке искать получается проще и удобнее, но просто элементарно, потому что английских ресурсов в интернете больше, чем в русских. В частности, Пинтерест очень хорошая штука. Ну, сегодня я так стандартно в Гугле это делаю, не знаю почему. Интересно. Наверное. Такое просто возьму и все. Потому что я решил, что здесь немножко не хватает детализации, и мне хочется разбавить фон чем-то. Вот. Как мы это сделаем? Здесь просто совсем оно так передостряется в наглую. Она у нас только тролль-силуэт играет. Наверное, наверное, повернем, чтобы оно хаотично смотрелось. так, ладно, теперь можно переходить, наверное, уже к постобработке. можно или нет, или да, или нет. Да, я хочу в качестве предварительного этапа просто, опять-таки, я повторяюсь. не бойтесь перескакивать из этапа в этап, как бы наперед. Вот, допустим, UV-6 модель, то есть делаете UV-развертку для модели. Вам может показаться, что вы знаете, как нужно ее развернуть, но это не всегда так. Иногда можно просто сделать сначала быструю развертку автоматическую и закинуть ее в Substance Painter, например, и накинуть пару смарт-материалов, посмотреть, как оно ложится. Иногда бывают какие-то гипотезы проверить. В целом, перескакивать между софтами, это очень-очень эффективно помогает. Во-первых, освоиться. Во-вторых, как бы заранее понять, что нас может ожидать. И в данном случае я сейчас понимаю, что композиция у меня еще не финальная. Я еще с ней не закончил. Но, посмотрев на какие-то варианты с постобработками, которые мне предлагают из библиотеки, могу сам покрутить. Вот. Я могу напернуться на какую-то хорошую идею. Допустим, я увижу какую-то, может, определенную контрастность, какие-то акценты. Каждый раз, видите, он подсвечивает мне разные варианты. Здесь он, например, делает блюр и сглаживает детали. Я их не вижу. Я таким образом могу быстро увидеть вообще, нужны там детали или нет. Допустим, в данной ситуации я понимаю, они нужны. Поэтому я говорю, окей, это не мой прикол. А вот контраст мне, например, нравится. Вот. Это хорошо выглядит. Он прям сразу добавляет богатство картинки, много новых деталей и все такое. Супер. Я вот, наверное, пока что ее оставлю. Быстренько гляну, какие там остались еще варианты. Вот он экспозицию так вот задирает. То не очень хорошо. Но это не проблема, потому что сейчас я возьму этот слой. И то, что мне в нем нравится, то я и ставлю. А все остальное я... Так что... Здесь хорошо смотрелись детали. Здесь хорошо смотрелись детали. Отлично. На земле они выглядят хорошо. Оттенок получился немного красноватый. Кстати, насчет цветов тоже хорошая тема. Потому что в данном случае мы даже каким-то образом создаем эффект Global Illumination, когда красная бочка, условно, в снегу или в земле, она начинает лучше отыгрывать, я бы так сказал. Она бликует красным цветом. Вот. Здесь я сейчас еще вспомнил, что мне не нравится силуэт снега. Я хочу его поломать немножко. Он какой-то слишком ровный. Я, кстати, и не думал, что это снег. Вот. Мне это очень нравится в творчестве. Потому что ты не всегда знаешь, что ты хочешь. Не всегда знаешь, что получится. Иногда получается что-то гораздо более прикольное, чем ты планировал. Просто потому что у тебя открыт разум к поиску новых идей. Ты как бы готов, если что, взять и повернуть полностью курс в другую сторону. Но благодаря этому получить более классный результат. И потом ни о чем не жалеть. Вот. В этом смысле... В этом смысле надо держать глаза открытыми и разум тоже. И смотреть, что происходит. Вот. Я думаю, здесь нужно добавить какой-нибудь интересный свет. Потому что у нас есть блик на бочке. И он откуда-то идет. Непонятно откуда. Чтобы его подкрепить, его существование, мы возьмем... Сейчас снимем какую-то текстуру со светом. Вот так они выглядят. И как-то можно использовать. Может просто увеличивать. Супер много. Под определенным углом поворачивать. Вот уже бочку хотят похитить пришельцы. Мне нравится. Так. Вообще, мне в принципе нравится, что оно такое светленькое и веселое стало. Сейчас я попробую дела проконтролировать. В целом, я не пользуюсь большим количеством сложных фишек в фотошопе. Я довольно-таки просто посредственный юзер, я бы так сказал. Поэтому те вещи, которые я сейчас делаю, вы освоите очень быстро. Это, по сути, только уровни понимания, как они работают. Это светлые и темные пятна в композиции, их влияние, их мощность, словно вы можете их контролировать. И это яркость, насыщенность и контраст. Даже не контраст, а космос, как называется, по-русски. Яркость, насыщенность и оттенок. Да. То есть эти штуки классно работают. Тут у нас тоже всегда есть выбор, что со светом сделать. Мы хотим, например, на контрасте сыграть или подыграть композиции с тем, что было. Вот если у нас все фиолетово-синее, допустим, мы оставляем фиолетово-синее. Так, оки-доки. В свет по красоте кидаются какие-то пылинки, снежинки-пылинки. Мы сейчас их быстро тоже добавим. Точность и то же самое. Просто есть текстуры со всякой фигней. Дают детали. Я называю бесплатные детали. Чтобы сделать в 3D нечто подобное, нам пришлось создавать либо какую-то систему частиц, либо флажки с текстурами этого дела. А в данном случае мы очень просто их получаем бесплатно. И в целом, на самом деле, опять-таки, как арт-директор, по поводу проектной работы и всего такого, в чем смысл таких вещей? Ты должен посмотреть, как оно работает, чтобы начать это делать. То есть в данном случае, если у вас есть идея сделать большой проект, то сначала вы можете протестировать его на вот таких вот вещах, а потом уже думать, что с этим делать. Вообще работает оно или нет. Понятно, что лучше проверить это дело быстро. Я утилизирую вообще все вещи. То есть если бы мне, например, хотелось сейчас добавить какой-нибудь трехмерный объект под определенным ракурсом в эту сцену, я бы пошел его смоделил и быстро закинул сюда. Просто с киншотом. Я могу даже показать пример. Очень просто делается. Так. Да. Что такое? Мой компьютер надо мной издевается просто. Нет. 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 Да, я думаю, что это близко к концу. Мы сейчас в последний раз заглянем в фильтры, посмотрим, что здесь можно крутить. Из общих советов всегда добавляется... Всегда добавляется... Господи, как это... Да, по прощению, шарпнос. То есть шарпнос дает больше деталей, больше деталей вызывает впечатление чего-то такого более интересного, насыщенного. То есть правило до какой-то степени докрутить ее смысл имеет. И посмотреть, что происходит. Без нее вообще ничего не оплодится. Здесь можно посмотреть позицию. Так, как будто... Хайлайд... Температуру мы не трогаем. Еще очень советую крутить вот эту штуку. То есть флипать канву в фотошопе, потому что волшебным образом она помогает нам иначе посмотреть на вещи. Особенно, если вы работаете с персонажем или какой-то картинкой с сложной перспективой. При флипе вы всегда смотрите другими глазами и понимаете ваши ошибки. Вот, это очень помогает. Так, в общем, что у нас было, что настало. Была у нас бочка, мы ее прям... То есть фактически из вот такого вот непонятного всего мы могли бы иметь в портфолио вот это, получаем вот это. Мне кажется, получилось в принципе неплохо. Если бы мы хотели, можно было бы добавить сюда какой-то там еще дополнительный сюжет или так далее. В целом это все в ваших руках. Но главный принцип это то, что не стоит делить арт и наши инструменты на true и не true. 3D это только один из инструментов, которые у нас есть. И он нужен для чего-то. Для того, чтобы получить какую-то классную вещь. Все фильмы и игры это иллюзия. И они созданы как раз благодаря всем этим инструментам. Вот. С их вместе учетом. Вот. С использованием каких-то фундаментальных знаний о искусстве композиции, там, повествовании, драматургии и так далее. То есть там есть много-много вещей, которые можно учитывать. Вот. И в целом я бы очень хотел рассказать про все эти вещи подробно. В дальнейшем. Так. Друзья, наверное, все убедились, да, как можно улучшить свои работы. Развивая художественные науки, конечно же. Но как мы с Данилом постоянно не успеем повторять, все начинается с закладки базовых знаний. Основное правило успешного развития карьеры это получение системных знаний. Для этого мы разработали абсолютно бесплатный курс по Blender. Так. Сейчас, момент. Та-дам. Так. Блендер, да, который позволяет вам начинать правильно соединять основ разработки 3D-градки. Даст широкое понимание возможности, пожалуй, самого популярного софта. А тем, кто уже является, а кто уже, точнее, не является новичком, позволит структурируйте свои знания и подсветить точки роста в этой профессии. Профессии 3D-художника. Внизу, ребят, появилась кнопка «Бесплатный курс по Блендеру». Жмите ее и открывайте доступ к урокам. Вот эта стрелочка на слайде, да, которая показывает вниз, ребят. Ой, так, сорри, чуть плохо видно. Так. Так, значит, еще раз. Внизу появилась эта самая заветная кнопочка. Ребят, нажимайте и провалимся внутрь. Добавлю, что это отличная возможность для всех желающих развиваться и выходить на новый уровень. Однако, это не самый главный бонус сегодня, который мы и приготовили. Значит, самый жир крутейшее мероприятие, которое мы запланировали на следующий среду. Значит, я на сегодня немного попозже этот ивент. После того, как мы с Данилом ответим на ваши вопросы, ребят. Самое время сейчас засыпать чат этими самыми вопросами, ребят. В общем, пишите, ждем. Может писать огонечки, вопросы, чего угодно. Значит, будьте активны, пишите свои вопросы в чат. Сейчас у нас 20-30 минут такого нетворкинга. И перейдем к самому интересному. Так, ну что же, ждем вопросики. Да. Ребят, забрасывайте тоже мне в чат, чтобы я тоже читал и Данилу. Всем. Вопрос такой, видел, нет? Данил, а территориально где находитесь, если не секрет? Если я верно услышал, вы серфер? Ну, на самом деле, не совсем серфер, только учусь, а нахожусь я территориально в Португалии, в городе Лиссабон. Вот. Так, еще вопросы, ребята? 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 Так, еще вопрос приехал. Робот в начале эфира был сделан за час, я так понимаю, что это не робот, а рыбка вот эта, которую ты расквасил. Да, 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 то есть это было сделано приблизительно за то же время, за которое я сделал эти бочки. Я взял работу Digital Arts University, какого-то из выпускников, не знаю, кого. И, да, доработал ее в Photoshop такими же принципами, которыми сейчас. Идея, короче, в том, что для 3D-моделирования нам не нужны особенно знания фундаментальные об искусстве и так далее, но на самом деле они очень простые и понятные, и я бы хотел их в дальнейшем рассказать вам, чтобы вы могли понимать, как вообще лучше подать свою работу, как грамотнее принять какие-то решения, что сделать более интересным, привлекательным и так далее. Это помогает не только в создании портфолио, но и внутри работы в студии, потому что есть художники, которые поддают свою работу через скриншоты во вьюпорте, есть те, кто немножко заморачиваются, как правило, это занимает совсем немного времени, элементарные постобработки или еще чего-то. И как минимум там выбирает более грамотный ракурс, более грамотные настройки камеры. И какое-то минимальное оформление вызывает ощущение, что человек профессионал, он знает, что делать. И в целом такие художники, как правило, начинают получать более сложные задачи, которые требуют от них больше вложения своих художественных навыков, а также дают возможность творчески реализовываться. Потому что, в принципе, можно просидеть и 10 лет просто моделить что-то по концептам. Такие сотрудники бывают, но я думаю, что многие из нас хотят творить. И этим принципом я готов поделиться на наших дальнейших встречах. Так, я вижу вопрос. Вопрос у нас про софт. Значит, софт сегодня я использовал три софта. Один из них это был Marmoset Viewer. Эта программа вообще исключительно для того, чтобы рендерить модели. Недавно у нее появился прогрессивный рендер, но вообще он считается таким GameReady рендером. Я взял модель из сайта Sketchfab. Sketchfab, он у нас очень такой популярный, прикольный. Я думаю, что, может, у вас у всех он есть. Это сайт, который позволяет в браузере просматривать любые 3D-модели. Вы можете их набирать здесь в фильтрах, в поисках и так далее. И также здесь есть скачиваемые модели. Поэтому, если, допустим, у кого-то из вас возникнет желание сделать большую какую-то серьезную композицию, допустим, центром этой композиции будет ваша какая-то модель. Допустим, что-то уникальное. Робот, не знаю, персонаж. Но вам будут нужны какие-то бочки, контейнеры, что-то для фона, какие-то пропсы. Вы можете их просто скачивать. Здесь есть галочка для фильтра Downloadable. Смотреть, что происходит. Довольно многие из них скачиваются бесплатно, прям сразу со всеми текстурами. И это тоже один из секретов художников, в том, что мы не создаем все всегда. Я бы считал, ну, пустой дратой времени создание набора таких вот бочек. Тем не менее, они могли бы дополнить композицию. И их проще взять отсюда. Это вот второй ресурс, который я использовал. Перейн я сделал в ZBrush. Это программа для скульптинга. Она очень классная. Это моя любимая программа. И все это дело я обрабатывал в Photoshop. Причем использовал я минимум, на самом деле, функций Photoshop. Он гораздо более сложный. Ничего практически вручную не рисовал особо. И использовал текстуры, которые я скачал в интернете. Лучший, наверное, источник для этого дела это Pinterest, для референсов и так далее. Но да, да. Так, следующий вопрос. А следующий вопрос есть. Подскажите, как вставить огонь? Как вставить огонь? Значит, на самом деле, ну, вам нужна просто картинка с огнем. Желательно на черном фоне. Или PNG. PNG-файл, в котором, соответственно, прозрачный будет фон вместо черного. Но черный тоже хорошо работает. Зависит, правда, от того, куда вы его хотите воткнуть. То есть, допустим, если бы мы хотели добавить его вот в эту картинку. Давайте выберем место для огня. А, вот тут хорошее место. Вот я его положил. И у Photoshop есть типы смешивания. На самом деле, это все чистая математика. То есть, первый блок связан с умножением. Черный считается у нас как бы типа нолем. Умножаем на ноль, получаем ноль. То есть, значит, что в этом блоке умножения мы оставляем только темную часть от картинки. Она нам неинтересна. Второе – это деление. И вот здесь уже есть несколько вариантов. Самый такой универсальный – это скрин. Я не точно могу сказать, какая математика стоит за всеми из них. Но вот, к примеру, я сейчас добавил сюда огонь. Эта текстура в том виде, в котором она была. Если мне что-то в ней, допустим, не нравится, я могу просто стереть стиралкой вещи, которые мне мешают. Какие-то язычки огня, которые не до конца дорисованы и так далее. И, значит, если мы хотим сделать какой-то более интересный свет и добавить яркости к этому делу, то уже лучше пройтись просто сверху кистью. Бывают разные жесткие и мягкие. Мягкие имеют вот такой вот мягкий… Не знаю, как это сказать. Штрих, профиль. Вот. И в режиме Color Dodge, вот уже, это тоже тип деления, можно, нужно выбрать какой-нибудь красный насыщенный цвет и попробовать что-то порисовать. Когда мы будем это делать, мы увидим, что он прямо дает нам эти вот самые блики. То есть, мы, допустим, хотим… Видите, вот огонь распространяется, и мы рисуем. Я обычно делаю такой довольно грубый подход. То есть, я просто рисую, как попало. Вот. И потом… И смотрю потом, где, например, мне это нравится, а где мне это мешает. Или где, например, это не нужно. Допустим, между бочек огонь… Свет от огня вряд ли бы попал, поэтому я его сотру. На эту бочку логично, что он попадает, но он пока слишком яркий. За холмик он не попадает. Туда он тоже, скорее всего, не попадает. Здесь, возможно, не хватает текстуры земли какой-то, поэтому мы ее подсотрем, чтобы… не было слишком гладкого какого-то блика на чем-то шершавом, условно. И дальше потом можно регулировать, как бы, прозрачность этого слоя. Причем прозрачность слоев поработает по-разному в зависимости от типов смешивания. То есть, ColorDodge, он, как бы, меняет немножко формулу своего умножения, условно. Вот. Ну, вот, условно, огонек у нас какой-то есть. И дальше, если мы хотим, надо просто додумать. То есть, есть те же искры от огня. Это, скорее всего, будет отдельная текстура. Нужно понимать, что какую-то финальную текстуру мы сразу не найдем, и нужна фотография, которая нам понравится. Поэтому имеет смысл иметь такие в чистом виде эти наборы текстур. Сейчас я найду их. Парк. Так. Ну, мне вот, например, нравится вот это вот. Так. И, наверное, еще будет важно сказать, что если наша текстура имеет не черный фон, то даже если мы будем смешивать ее как надо, у нее будут оставаться, видите, вот такие вот края, потому что фон был не черным. Вот. Соответственно, он уже умножает картинку не на один, а не на ноль на сколько, то есть, соответственно, появляется свет. Мы ее сейчас просто можем в levels, когда они находятся, в image, adjustments, levels. Есть график. С левой стороны черный цвет. Мы его просто начинаем вот так вот затаскивать сюда, и он съедает у нас все светлые стороны, которые нам не очень нужны. Вот. Ну, вот эти стыки, мне кажется, крупноваты, но общая идея понятна. Пойду дальше по вопросам. Так. Про цвет интересно. Знаю только, что холодный свет природный и с живописью, а в искусственном наоборот. Так или нет? Не совсем так. Насчет теории света в целом. В целом, если мы в жизни смотрим, то в тени будет холодный оттенок, а на свету, на солнце будет теплый. Это можно очень легко сделать. Попробуем протестировать мою гипотезу. Вот, допустим, у нас есть фотография с парком. И тут есть аллея, на которой часть асфальта освещена солнцем, а часть находится в тени. Достаточно просто взять пипетку, пикнуть ее и посмотреть. Видите? То есть вот сначала я, грубо говоря, выбираю цвет, который хочу. Я беру, нажимаю в тень. Он мне выделяет этот цвет для того, чтобы я мог теперь рисовать. И я могу здесь уже в палитре увидеть, что этот цвет относится к холодному спектру. к синему, к фиолетовому и так далее. Вот. А теплый, соответственно, будет уже в теплом спектре. То есть это такое общее правило. Оно не то, чтобы оно фундаментально должно быть использовано всегда, но мы можем нарушать правила, но если вы хотите какого-то конкретного эффекта добиваться, то лучше ему стремиться, ему следовать. Вот. Так. Нет ли разницы, в какой программе делать модели? 3D Max, My или Blender? Это вопрос такой. Значит, нет. Разницы нету, потому что все модели вообще сами по себе являются универсальным форматом. Они в конечном счете выходят в каком-то разрешении, там, FBX или OBJ или STL. Это не так важно. Это все равно просто информация о точках и эджах, о их координатах, о том, как они соединяются. Это, по сути, все векторная графика. Вот. И софтом лучше пользоваться по... Как бы выбирать софт имеет смысл по другому принципу. Не потому, что есть разница или нет. В целом разницы нет, как я уже сказал, но есть более прогрессивный софт, такой как Blender. Есть более специфический софт, такой как Maya. Maya, например, лучше справляется с анимацией, с рендерингом и так далее. И есть софт, такой как Max, который, на самом деле, используется чаще, например, в визуализациях, там, инженерно-архитектурные всякой фигни, интерьеры. Не то, чтобы там нельзя, там все можно сделать, но его функционал из года в год приготеет в сторону больше вот такую вот инженерно-техническую. В отличие от Blender. Blender более художественный. Соответственно, если мы говорим о рисовании чего-либо для игр, то будет удобнее и веселее осваивать Blender. Если вы хотите сделать что-то с анимацией на профессиональном уровне, то, наверное, Maya. Хотя в Blender тоже уже инструменты очень даже вполне себе крутые. Вот. Надеюсь, я на вопрос ответил. Вот. Так. И мы пойдем дальше. Вопрос про пистолет с выстрелом. Синий свет в итоге придется перекрасить на теплый, как блик от огня или так норм. А, да. Значит, да, у нас действительно был синий блик на ружье, которое стреляет. Из стволов вырывался красный огонь. И вопрос, надо ли было перекрасить потом синий и красный. Нет. Не надо было бы. Я попробую какую-нибудь сейчас картинку найти очень коротко. Смысл в том, что это два разных источника света. Задний условный. Rim light. Rim от слова задний. То есть это, по сути, задний свет. Он обычно сильный и контрастный. Подразумевается, что в этом пространстве, где находится ружье, есть какой-то источник света для художественности. И оттенок, он типа у нас синий. Вот. Но выстрел от огня, это уже другой. Точнее, огонь и свет от огня, это уже другой источник света. Соответственно, мы не паримся и просто добавляем на фронтальную часть ружья, туда, куда попал бы свет, красные блики. Мы бы их дорисовали вручную, так же, как я это дорисовал вот здесь вот на бочке. То есть мы сделали огонь перед бочкой, и здесь у нас уже появляется красный какой-то блик. Кстати, вот, если так смотреть и вглядываться, то, наверное, было бы логично его добавить еще на ободке этой бочки. Все фаски, все фаски, они как бы имеют свойство улавливать цвет. Поэтому, может быть, это где-то будет где-то здесь, где-то еще. Но, опять-таки, есть фотография, есть рендеринг, есть там традиционное искусство, разные подходы. Плюс наши работы в том, что мы можем подтасовывать вещи. Допустим, в данном случае как? Если мне, например, хочется, чтобы был классный блик, вот, допустим, вот это кольцо на ведре, оно освещено так же сильно, как верхнее. Но по этой логике, типа, тут как бы блик будет и там, и там. Но мне хочется, допустим, для художественности выбрать его и поставить блик там, где я хочу. Фишка в том, что если мы используем реально вот true подход к работе, как то, что true моделирование, true рендеринг, мы всю сцену в честную собираем и так далее, мы потом будем вынуждены мириться с true аспектами. Есть, например, такая вещь, как lens flare, настройка камеры, которая добавляет блик. Я сейчас попробую быстренько ее включить. Вот она. Так. И секунду. Вот у нас будет место, которое сейчас мы заставим бликовать. То есть это эффект линзы, который определенным образом реагирует на свет. И он ее это соответственно здесь можно поставить большое значение. Перестарался. Ну вот, собственно, вот этот блик, да? Получается как? Он всегда будет работать в честном, будет появляться в тех местах, это даже не этот не флэр, а glow, glow. Вот Bloom, да? Видите, он при этих условиях засвечивает нам все кольца на бочке. Соответственно, прикольно, но нам они не нужны везде, потому что хочется иметь акцент. И в частности, кто помнит фильмы последние по Стартреку, которые были не так давно сняты, там была такая фишка слишком много бликов. То есть даже есть мемы какие-то а-ля вот эти шутки про Стартрек. Везде очень много бликов. Но такая была фишка Джей Джей Абрамса, режиссера, он решил, что это добавляет какое-то настроение, атмосферы туризма, еще чего-то, якобы там может быть много светодиодных огней, или камера с каким-нибудь особенным объективом и так далее. Но тем не менее, вот эти блики, конечно же, добавлены на пост-обработки уже там условно в After Effects, которые монтажерами, которые занимались видеоэффектами. В нашем случае то же самое. Если мы бы честно рендерили, бы хотели добиться похожего эффекта, он бы у нас появился везде, и заставить его появиться локально, где мы хотим, мы бы не смогли, это было бы очень сложно. но на такой работе, как здесь, я могу быстренько кинуть, у меня есть специальная папочка с этими стуками, взять какой-то блик, поместить его на угол бочки, на тот самый, который я хочу, ну, предположим, что, наверное, сюда. И по тому же принципу, что с огнем, я ставлю эффект смешивания скрин, и вот у нас якобы уже супер-мега-блестящая бочка. так, которую я сейчас в порядке проявлю. Так, то, что бочка угловатая, надо закрашивать или это совсем обман? Значит, нет, это не значит, что надо закрашивать, это не значит, что это совсем обман, это, скажем, по вкусу, да, то есть, чем я руководствуюсь в данной ситуации? Если, допустим, вы делали модель для игры, допустим, это мобильная игра, какая-нибудь казуальная, и технические ограничения были очень высокие, то есть, нужно было, например, уложиться в тысячу полигонов, она однозначно будет очень угловатая, но это не значит, что эта модель плохая, просто иногда это очень сильно палится, да, и сейчас я попробую привести пример, пример будет такой, так-так-так-так-так-так, чуть-чуть совсем осталось поискать, и сейчас найдем, я условно еще персонажей, чтобы было интересно смотреть. Ну да, допустим, 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 это не факт, это не то, чтобы прям надо, но у вас есть такой персонаж, и вы, тут есть несколько вариантов, вы либо считаете, что это круто, то есть, это угловатость, это часть его стиля, которая вам нравится, над которой вы работали, и вы, скажем так, оптимизировали, так упростили его образ вот специально этим инструментом 3D до такого вида, либо нет. Но предположим, что вам кажется, что клево выглядит, вы хотите положить его в ArtStation, и, допустим, хотите сделать превью на загрузке, собственно, ArtStation, то есть, допустим, я сейчас... да, то есть, вот есть какие-то превью работы вот здесь. Мы хотим на thumbnail повесить этого викинга. Мы можем, в принципе, взять и сгладить эти уголки, если они нам не нравятся, потому что иногда бывает, что мы вынуждены пойти на компромисс и сделать слишком лоупольную модель, потому что она, в конечном счете, там в игре бегает крошечного размера, никто никогда не разглядит, какого были, какие были эти рога. При этом сам всем мужик нам нравится, он хороший, хороший друг, и мы фактически просто избавляемся от каких-то суперзаметных косяков, говорим, что, а ничего не было. Вот. Если это отталкивает, иногда это отталкивает, когда это бывает какой-нибудь hard surface, ну, потому что на нем сильно заметны все эти углы, нам хочется какие-нибудь классные переходы формы, все такое, а оно прям режет глаз. То есть, это не обязательно на вкус и цвет. Либо второй вариант. Мы работаем, допустим, вот с чем-то таким, так, и я хочу использовать какую-то модель из того же Sketchfab. так, вот он Sketchfab, и мне нужна лодка. Но лодка мне нужна не лоупольная геймреди лодка, она мне вообще для композиции нужна. Я, допустим, хочу сделать, как тут какой-нибудь Херон перевозит через реку мертвых там, куда-то там в загробном мире, да. Я эту лодку поставлю под нужным мне ракурсом в сцене, и, допустим, она будет угловатая. Вот это место, где у нее нос, оно меня вот триггерит, условно, да. Я тогда ее подсмажу, просто чтобы это не полетало, чтобы произвести впечатление, продать нам какую-то иллюзию, да. Одинаковое, все нравятся тоже, в общем-то, одно и то же, да, и так далее. Так, с выстрелом. Это был долгий ответ на вопрос про выстрел, но мы пойдем дальше. Cinema 4D от Maxon хвалит за художественный подход. Рендери в Maxe сухие, для чего хороша Cinema? Cinema лучше всего в подходе для моушн-дизайна. Программа хорошая, в ней очень хороший интерфейс, все понятно. Немножко слишком уклон идет в моушн-дизайн, и это для, ну, не знаю, условно, что такое моушн-дизайн, я, наверное, быстро покажу, чтобы у вас, чтобы вам было понятно. Так. В основном, это всякая реклама, какой-либо продукции, 3D-визуализация, вот, где ботиночки, вот есть некий трехмерный ботинок, он из разных деталек состоит, и вот, благодаря моушн-дизайну мы можем создавать короткие ролики, где вот все собирается, разлетается, в частности, всякие частицы и так далее. Причем вот эти модели, они не должны быть оптимизированы, не должны иметь правильного количества полигонов, и их не используют в играх и так далее. То есть, это разные подходы, и это, к слову, о том, почему нужно идти учиться в тот же Digital Arts University, потому что видов 3D очень много, и 3D-шник, 3D-шник урозен. То есть, человек, который всю жизнь занимался моушн-дизайном, кстати, у меня есть один такой приятель, он не может устроиться в Game Development работать, потому что он вообще не касался тех инструментов, которые используем мы, чтобы делать игры. Вот. В кино подход самый, наверное, широкий и универсальный, они используют абсолютно все инструменты, в частности, мошн-дизайн и гейм-реди модели, но также используют какие-то любые другие фишки, включая там, не знаю, монтаж видео реального совмещения с нереальным, и высокополигональной модели и так далее. То есть, такое. Вот. Рендеры в Максе сухие, для чего хороша Cinema? Значит, рендеры в Максе не сухие, надо просто уметь рендерить, и сами рендеры, они, и рендер программы встроенные, это плагины, их можно ставить. То есть, на 3D Max отлично ставится все, что угодно, Octane, V-Ray, Corona, Arnold и так далее. Может быть, Arnold не ставится, хотя, скорее всего, тоже. Вот. Плюс есть внешние рендеры, такие как Marmoset, Keyshot, тоже Octane, Standalone и так далее. Когда все модели готовы, которые вы хотели сделать, вы можете просто перенести их в другой рендер и, собственно, там с ним поиграться. Вот. И сухая картинка получается от непонимания матчасти, того вообще, из чего состоит эта картинка. Я, в частности, сегодня озвучивал эту тему, как, например, про яркость цветов, что там не надо использовать суперчерный, супербелый, потому что его как бы в природе типа не существует, но это такая вся теория физика. Вот. Тем не менее, там очень много технических аспектов, и они все влияют на изображение. Нужно понимать, за счет чего это изображение выглядит сухим. Оно может выглядеть из-за кучи разных аспектов. Нужно понимать такие, где слайдеры покрутить и как добиться этого эффекта. Поэтому, наверное, простой совет это использовать какой-то такой юзер-френдли рендер, допустим, ну, допустим, корона. Она имеет минимальное количество настроек, и у нее есть хорошие пресеты сразу готовые. Вот. Тот же мармасет тоже по умолчанию достаточно юзер-френдли, у него мало настроек, и он плюс-минус выдает более-менее нормальную картинку. Да, в принципе, если в Максе на каком... Я забыл, как называется дефолтный рендер в Максе, конечно, там полный трэш выпадает, но не расстраивайтесь, и это не значит, что Cinema лучше в этом отношении. А, да, Scanline или Skyline, да, это какой-то трэш вообще. Так. Так-так-так. Рабочку я же уже ответил, да. Да. Рабочку я уже ответил. Закрашивать по вкусу не обязательно, но как угодно. Теперь, когда у меня сместилась эта композиция, можно, наверное, ее даже переформатировать. С огнем оно веселее стало. Спасибо за предложение. Так. Что, еще какие-то есть вопросы? В Ахаб прилетел только 10 вопросов у нас. Афига. И 3D-анимация. Понятно. Ну, скажем так, если мы говорим про поиск работы, то тут история следующая. Вообще, производство трейлеров это очень хорошая, такая дорогая работа, которую платят достаточно много. И, но в то же время трейлеры не нужны каждый день. То есть, в то время как игру, допустим, какой-нибудь, не знаю, неважно, что, Cyberpunk, делают 10 лет к ряду, какой-нибудь трейлер делается один раз в течение 3-6 месяцев, и после этого больше все, это студия, это заказчик или эти исполнители, они уже не нужны. Поэтому, вообще, специалистов по трейлерам, по моушн-дизайну, по анимациям и так далее, их существенно меньше, они получают больше, но, опять-таки, мест для них тоже меньше, но спрос хороший на них. Есть в плане, если они хорошие, на них хороший спрос. Короче, будет сложнее учиться и проще всего осваивать сначала 3D, идти, допустим, в гейм-девелоперскую студию, разрабатывать игры и факультативно осваивать дополнительные навыки по моушн-дизайну. Он, кстати, может пригодиться и в концепт-арте, и в VFX-ах, в спецэффектах для игр. И в анимации и так далее. И постепенно можно перейти, переклассифицироваться в специалисты, которые именно занимаются трейлерами. Наверное, я бы так порекомендовал сделать. Так. Сколько весит моя база картинок, ассетов и тогда на моем компьютере? Вообще, на самом деле, немного. Я думаю, я могу сказать. Сейчас, одну секунду. Вот, 500 мегабайт в моей картинке весят. Вот. Я по большей степени использую практически одни и те же, потому что, ну, я их все время немножко видоизменяю. Допустим, я закидываю блик в карте в свою работу какой-то, да, и если он мне не нравится, там, или еще что-то, я могу его копировать. И вот у меня уже такой блик, я могу его поменять его цвет. И все такое. Да. Так что, да, не то чтобы много нужно картинок, нужна просто какая-то комбинаторика в использовании этого дела. И все такое. Вот. С теми же самыми текстурами я вообще не парюсь и закидываю просто, вот если у меня есть какая-то тайловая текстура, то, что я показывал ржавого металла, я просто ее копирую много-много раз в разных местах модели одну и ту же. И не парюсь, что у меня там мало этих текстур или еще что-то. Вот. Ассетов у меня значительно больше, потому что я собираю, например, модели для Китбаш или кисти для Зибраш или кисти для Фотошоп. Они много весят. Ну, наверное, там гигабайтов 200 в общей сложности этого дела. Хотя не могу сказать, что... То есть я больше как Плюшкин. Я их просто скачиваю, думаю, что я их буду использовать. Они потом долго-долго лежат. Иногда бывает, что я даже никогда их раньше в итоге к ним не приходил и не использовал. Поэтому такое. Так, в двух словах о теории двух третей. Если можно. просто у нас есть разные задачи композиционно. Мы можем, во-первых, решить, что мы хотим, какого эффекта мы хотим добиться. Статики, динамики и так далее. Вот. Объекты, которые стоят тупо в центре, которые симметричны и так далее, они всегда выглядят скучнее. То есть, давайте попробуем потеоретизировать это дело. Каратенечко. То есть, допустим, задача сделать статичную композицию. Вот самая статичная фигура это квадрат либо треугольник, ну типа пирамида. Она просто вот стоит. Все. Ничего не делает. Или это будет треугольник. Если он именно, если он в таком виде, как пирамида стоит, ровно в центре и так далее, он более статичный. Если мы, например, говорим, что мы хотим добиться какой-то динамики, то это дело имеет смысл поворачивать и добавлять перспективу. Так. То есть, вот такая вот картинка, она уже выглядит динамичнее композиционно. Это уже что-то. Мы просто представляем, я думаю, что это связано с опытом, который мы в жизни приобретаем. То есть, эта штука точно должна будет, не знаю, коснуться этой поверхности, упасть или еще что-то такое. Если я нарисую дополнительно какие-то мелкие объекты, то уже будет, опять-таки, из нашего опыта о том, как устроен мир, будет возникать ощущение, что эта штуковина сломалась и падает, что это динамика. Уже пошла динамика. Вот. С двумя третьями принцип такой. Если мы композиции условно мы делим на третьи, и получается так, кто-то прямо в центре это уже статично, это, естественно, неинтересно. Кто-то сбоку это уже кто-то. Уже там и перспективы рисуются и так далее. Вот. И оно, как правило, у нас располагается, не знаю, если мы говорим о человеке, о портрете и так далее, то оно хорошо работает, если у человека глаза находятся где-нибудь вот в этой области. Да. Вот он тут стоит шумак. Вот. Не знаю, смотрит в камеру. Его снимают. Честно сказать, об основании прямо этой теории я точно не могу сказать. Есть такие более расписанные вещи по поводу чего-то, но я скажу так, что я этому учился на практике и сейчас я уже просто чувствую, что это для меня работает и вообще работает в композиции. Правил двух третей. Вот так вот. Такая вот профессиональная штука. Так. 3D Max и Blender разные программы. Да, это разные программы. Вообще, Blender бесплатный и быстро развивающийся с OpenCode. Его постоянно совершенствуют другие художники. А Max, он очень старый и покрытый пылью. Его редко апдейтят. Если апдейтят, то не то, что надо. В нем все время старые баги, заплатки и так далее. Я не очень люблю Max, хотя я в нем работал с 14 лет. В общей сложности, наверное, лет 15 я в нем проработал. Вот. Поэтому, ну, люблю как старого друга, но работать в нем уже больше не хочу. Вот. Когда используете картинки из поисковиков, могут ли быть какие-нибудь проблемы с авторскими правами? Нет. Я не думаю, что могут быть. Это зависит, конечно. То есть, есть такая вещь, как трейдмарк или типа того, когда люди как раз, собственно, брондируют какой-то образ, в частности, даже свою внешность, чтобы никто не мог использовать их внешность в других местах. Вот. Представить себе, что кто-то заброндировал огонь там, или снег, или лед, нельзя. Вот даже если на примерах игр сказать, очень сложно защищать свои интеллектуальные права. то есть, к примеру, кто-то когда-то придумал орков. Ну, предположим, это был Толкин. Кто-то придумал, как они выглядят. Предположим, это были там Blizzard или Games Workshop с вселенной Warhammer. Вот, предположим. Вот. И появились какие-то известные названия, известный образ. Но при этом во всех играх появляются эти орки, плюс-минус так же они выглядят, они узнаются и так далее. И ты с этим ничего не можешь поделать. Даже более того, если ты придумываешь для игры какую-то фишку, неважно что, геймплейную фишку, технологическую и так далее, ты не можешь ее запатентовать на самом деле. То есть, через... Как только все поймут, что она классно работает, ее тоже будут использовать. Так что, картинки в интернете можно. Стоит избегать те картинки, которые помечены ватермарками и те, которые используют какую-то известную часть чего-то. Ну, например, логотип Nike не стоит кидать, не стоит лица известных людей использовать, не стоит, может быть, какие-то реальные объекты типа архитектуры или еще чего-то. Хотя, ну, например, автомобили, да, брать существующий дизайн автомобиля, вставлять его фотографию, что там была бы какая-нибудь Hyundai, какой-то конкретной модели и так далее. Это может быть не очень хорошо, хотя, я думаю, что, в принципе, всем пофиг. Вот. Это будет... У вас возникнут... Знаете так, вы никому не нужны, пока у вас нет денег. Вот я бы так сказал. Вот, вот, вот ответ. Пока у вас нет денег, вы никому не нужны. Когда у вас будет своя собственная студия, много денег, найдутся люди, которые захотят вас пощипать. Адвокаты, юристы какие-то, еще кто-то, они будут пытаться за что-нибудь прицепиться, и уже там вы будете с этим разбираться. Но на этом этапе беспокоиться не стоит. Так, дальше, дальше. Дальше всего. Дальше больше вопросов пока нет. Может быть, мне кто-нибудь еще... Например, Алексей. Может быть, Тимур что-нибудь подскажет. Сейчас, секундочку, Так, робот на экране это туториал какой-то? По-моему, нет. Это наш ученик сделал там давным-давно. Уже информация утеряна. Непонятно. Не можем подсказать. Так, еще раз тут я, наверное, зачитаю. Это вот, Данил, спасибо, шикарный урок и много полезной информации. Так, проводит курс какой-то в рамках этой платформы. Так, это я попозже отвечу. Что тут еще у нас? А вопрос ответил, да, Данил, по поводу то, что модель бочка угловатая. Надо закрашивать или это совсем обман? Все, обман. Если вот из вот этой логики исходить, ответ такой, все, обман, вообще все. Даже то, что мы видим, это обман, потому что у человека есть ограничения на цветовой диапазон, на звуковой диапазон и так далее. и в целом там квантовая физика очень сложная штука. Вот. И не факт, что в общем то, что мы видим это реальность и так далее. Но это философия. А вообще фишка игр, игр конкретно и кино, это конечно иллюзия в первую очередь. Никто не создает ничего в честное там. Это создается для того, чтобы создать впечатление. Соответственно, мы ориентируемся субъективно на наши ощущения. Прямо делать что-то не надо. Обязательно скруглять все полигоны у бочки, если они там где-то есть. Но если они бросаются в глаза, если вам кажется, что что-то, ну как бы было бы круто, если было более гладко, да, тогда поправьте. Потому что я даже на текущей работе поставил, вот тут есть угловатые полигоны, вот, вот тут еще тоже где-то остались, да. Ну то есть ничего страшного в этом нет. Я просто убрал те, которые больше всего бросались в глаза. Вот. Опять-таки, создав иллюзию того, что бочки-бочки. Класс. Так, вопрос тут, а просто в фоторедакторе не получится так сделать? Что за фоторедактору? Вопрос. Фоторедактор, хорошо. А в фоторедакторе? В фоторедакторе? Ну, фото, нет, конечно, опять-таки, инструментов миллионы получите в 3D, фу, и фоторедакторе это сделать. Вопрос в том, что наши платформы и аудитория нашей платформы это люди, которые осваивают 3D, они делают 3D-модели, вот эти, собственно, 3D-модели тут все выложены, и вопрос в том, что это наше профессиональное поле деятельности, да, мы эти модели сначала учимся создавать, потом создаем, потом мы их продаем или работаем в студии, ну, опять-таки, делаем их за деньги и так далее. Есть аспекты определенные, например, в 3D в 3D дорого и сложно и долго делать огонь, искры, туман, блики света в нужных местах, регулировать, я не знаю, яркость, контрастность и все такое. И этого никто и не должен делать, потому что это делается уже потом, это делается, например, в движке или это делается в тот момент, когда занимаются постобработкой фильма и так далее. Но получается, что 3D, оно не дает нам как бы финальный результат, увидеть финальный результат того, как это должно выглядеть, собственно, продать эту идею. Потому что когда человек ищет себе исполнителя, для там, он в этих аспектах не разбирается, допустим, они говорят, мы хотим сделать классный сериал, в котором будут вот такие вот дроны, будут летать и все такое. Его может отпугнуть пару моментов. Допустим, он в голове себе представляет, что это дроны, которые летают, у них очень ярко светится вот этот глаз спереди и что они такие супергладкие, блестящие и у них вообще отражаются в них, не знаю, отражается все окружение. Рейтрейсинг там еще что-то такое, они типа зеркальные какие-нибудь. Он не находит такого робота в портфолио и считает, что эта работа и вы ему не подходите, да, и он вас не нанимает. Вот. Хотя вы можете это сделать, но мы этого не делаем, потому что это за пределами, скажем, нашей компетенции, что в студиях есть иерархия, в студиях есть распределение обязанностей и этими аспектами занимаются другие люди. Вот. Сегодня я показывал то, что мы можем развить идею и показать ее в расширенном формате на хорошем уровне для того, чтобы то, что мы делаем смотрелось ближе к финалу, я бы так сказал. Вот. И я считаю, что это стоит делать. Вот. Ну, например, здесь конкретно у Digital Arts University уже есть очень хорошие примеры того, что тут происходит. Например, да, вот корабль и тут добавлен и туман, и вода, и все такое. Хотя никто не заказывает вам сделать модель воды. Модель воды это просто плейн, на котором лежит нашел. Даша делала. Определенный материал. Вот. Тем не менее, для того, чтобы вы дополнить впечатление от вашей работы, Надя делал корабль. Перебиваю просто. давай, что ты хотел? Да, я говорю, это Надя делала наша, один из наших кураторов, кстати, говорит корабль. Ага. Так. Есть еще вопросы. Так. Про соотношение модели и обработки. Есть какие-то правила соотношения самой модели и ее обработки, чтобы было понятно, что мы бочку демонстрируем, а не атмосферу. Ага. Что наша работа именно бочка. Я не скажу, что есть какие-то правила. Вообще правил нет. И, наверное, это один из главных тезисов, опять-таки, моей сегодняшней лекции о том, что забудьте про правила, их не существует на самом деле. То есть сначала мы их должны усвоить. Это как, понимаете, фристайл. Я не знаю, с чем пример привести. Мы сначала учимся кататься на скейте, потом мы учимся делать какие-то трюки на скейте, но потом мы уже сами решаем, что мы хотим сделать. Мы можем попрыгать там, попрыгать там, исполнить какой-то трюк, который никто до этого не делал. И в этом, собственно, и вся прелесть. То есть сначала мы осваиваем базу, а потом мы бросаемся во все тяжкие и начинаем все нарушать. Насчет моделей соотношения бочки и подачи ответ такой. Я не предлагаю брать вместо модели бочки создавать вот такую работу и выкладывать ее в портфолио. Но я предлагаю совместить их вместе, чтобы, когда в ArtStation заходит человек, чтобы посмотреть ваше портфолио на превью, он бы увидел вот что-то вот такое и на это уже хочется нажать. Это красивый кусок портфолио. Яркий, интересный, что-то там, BBR и все такое. Человек открывает и у него там висит эта картинка, а ниже показана бочка, что у нее есть текстуры, что она трехмерная, все дела, что у нее есть сеточка правильная и так далее. Это 3D-модель. И он понимает, что речь идет о бочке, собственно. Вот. Вот на примере с бочкой в частности, наверное, вот как-то так. Так. Вопросов больше нет у нас, да? Итак, ребят, сегодня Данил в прямом эфире, так, меня слышно, да? В прямом эфире показал вам, как можно развивать свои творческие навыки, делать свои работы намного интереснее, гармоничнее, главное, привлекательнее для ваших будущих работодателей. Потому что действительно важна упаковка в, ну, в целом, подача работы, знание композиции, прочее, прочее, художественные фишки, которые так очень сильно усиливают ваше портфолио. Значит, заниматься, практиковаться с тем, кто, ну, в общем-то, как этому научиться, То есть, нужно заниматься, да? И практиковаться с теми, кто может вас вывести на новый уровень. У нас есть такое решение. В ближайшую среду, 18 октября, в 18.00 по московскому времени Данил Купцов проведет практический мастер-класс. В 18 часов по московскому времени Данил проведет мастер-класс. Такого раньше не было. на котором не просто будет показывать, а научит вас основным принципам и подходам в работе 3D художникам. Благодаря этим наукам вы сможете переработать свои проекты, которые у вас есть, и сделать их намного интереснее. Даже здесь, какой-то, с минимальным портфолио, даже, какой-то портфолио новичка, да? И сделать его намного интереснее и привлекательнее. Вы научитесь выполнять новые работы на совершенно другом уровне. Обратите внимание, сколько мы сегодня лайфхаков в этом, на нашем сегодня просто стриме, да? А что ждет там? Значит, вы научитесь выполнять новые работы на совершенно другом уровне. Преобразите свое портфолио и станете заметным для крупных, серьезных заказчиков, ребята. Значит, внимание, мастер-класс практически. То есть, рассчитывайте на то, что вы, Данил, научит вас выполнять работы, а не сделает из вас их как за вас их, да? То есть, расскажет какой-то там волшебный лайфхак, какой-то там кнопки волшебной. Значит, что здесь? Вы получите навыки, которые помогут вам дальше, дольше творить, больше, создавать крутейшие, офигенные работы. Специально для нашего университета Данил разработал этот авторский мастер-класс. Та-дам! Значит, и изучив десятки работ наших учеников, количество, значит, количество учеников будет строго ограничено, ребята, в этот момент, да? Чтобы никто не оказался обделенным вниманием нашего эксперта. мастер-класс пройдет в онлайн-режиме. Участники смогут задавать вопросы в процессе работы, получать на них ответы вместе с рекомендациями Данила. Значит, стоимость участия, 6500 рублей. Однако, учитывая, что на прямые эфиры у нас приходит много, нашей постоянной аудитории для участников сегодняшнего стрима есть возможность стать участником предстоящего мастер-класса по специальной цене за 4900 рублей. Значит, возможность уникальная, ребят, мастер-класс, повторяюсь, разработан Данила специально для учеников нашего университета. Поэтому, жмите на кнопку внизу, появилась новая кнопка «Иду на мастер-класс», броню свое место и участие приходите обязательно в следующую среду. Ребят, приходите все. Не такая большая цена для того, чтобы воспользоваться таким офигенным лайфхаком и перевернуть ваше портфолио, которое вы сейчас видите просто до неузнаваемости. Значит, в следующую среду 18 часов по Москве. Это что такое? Это буст в вашем творчестве, карьере. Будет просто офигенный, обеспечен. Поэтому, что, внизу кнопочка, ребят, переходите и, в общем-то, делайте заявки. Это офигенная возможность перевернуть ваше портфолио. Обратите внимание, я сегодня сам просто прифигел от того, из этой рыбы, что Данил сделал. То есть, я, честно говоря, офигел, потому что как можно любую работу, как подачу любой работы можно изменить за счет навыков, которые, но не такие сложные, чтобы их осваивать по несколько лет. Достаточно сходить на этот мастер-класс, который стоит 4900 рублей всего лишь по спеццене сегодня, и тогда получите эту офигенную возможность для того, чтобы ваши работы просто засияли и преобразились, просто вы их не узнаете. Поэтому, обязательно, ребят, приходите всех, ждем. мастер-класс 18 часов по Москве. Значит, еще раз про него. вот здесь вот картиночка, слайд, на нем все можно увидеть, ребят, внизу кнопочка. Значит, еще раз, 18 сентября, 18 часов по московскому, Данил Комцов проводит практически мастер-класс, на котором не просто будет показываться, а научит вас основным принципам, подходам в работе 3D-художника. Плюс ко всему и усилит ваша портфелье. Ребят, ну что, как идея, крутяк, напишите в чат, как вам такая идея, и напишите еще, пожалуйста, как вам сегодняшнее мероприятие, насколько вы оцените по 10-ти бальной шкале, как вам понравилось, не понравилось, напишите, пожалуйста, чтобы мы, чтобы Данил видел активность, потому что мы постоянно, мы из, вот это вот у нас, как это там, кризис, внимание, можно сказать, нам постоянно нужно от вас какая-то обратная связь, постоянно нужно от вас какой-то фидбэк, чтобы мы понимали, что наши, ну в целом мы цены, то, что мы даем информацию, что нас слушают, что нашими советами пользуются, вот, ну а больше крутыми советами можно будет воспользоваться, если вы придете 18 октября в 18 часов по Москве, и там вы знаете больше технических флагхаков, это будет ограниченная группа, то есть это прям будет такая закрытая группа, это не будет какой-то стрим, это будет закрытая мероприятие, конечно же, для тех, кто платит, те, кто попадет, и Данил лично будет проводить, то есть будете реально лично сидеть и общаться с Данилом, вот такая вот крутая возможность 18 числа, поэтому приходите все. Так, ну что у нас там в чате происходит, ребят, давайте, давайте, пишите от 1 до 10, там как понравилось, не понравилось, огонечки, все это ценится, на самом деле, представьте, насколько ценится ваш там огонек, ваш коммент, казалось бы, ну вот так вот, да. Так, ребят, кнопка внизу, давайте еще раз, в общем-то, еще раз пробросим, это небольшое предложение, офигенная возможность 18 числа прийти и, ну в общем-то, в целом, трансформировать свое мышление, я даже сегодня сам даже трансформировал свое мышление, просто увидел композицию, очередной раз повторил, как говорится, повторением отечения, вот эту вот штуку с композиционной сеткой, то, что слева-вправо находятся два объекта, один главенствующий, другой второстепенный, прочие-прочие моменты, всегда что-то слушаешь, постоянно что-то вспоминаешь, думаешь, блин, да я этого же не знал, ну и вот эти моменты, которые сегодня Данил показал, очень мастерски эту бочку, я, честно говоря, когда видел, что эта бочка зашла, думаю, там ничего, что-то будет интересное, но настолько интересно, я не ожидал, что там будет какой-то завод сзади, причем, обратите внимание, что бочка оказалась в центре композиции и ничего больше не отвлекало, просто, ну, как говорится, работу профессионала такого, да, который именно правильно выстроил композицию, именно фокус зрителя, да, приходится, вот этот вот огонь, горящая штука, очень интересно получилось, да, не говоря уже про рыбу, которая очень сильно улыбнула с самого начала стрима, потому что это действительно с юмором было сделано, поэтому, ребят, приходите на мастер-класс, где вы научитесь вот так же интересно зажигать, креативить, как и Данила. Так, ну, если вопросов больше нет, ребят, кто-то поставил десяточку, кто-то соточку, молодцы, ребят, всех ждем, значит, кнопку, не забываем, внизу, еще оставим вас, чтобы вы подумали, да, и обязательно приходите к нам, в общем-то, в следующий раз, но также мы будем, конечно, проводить стримы и прочие-прочие вещи, поэтому ждем всех. Данил, в общем, тебе слово, наверное, напоследок, и, наверное, будем завершаться. Да, всем спасибо за внимание, и, в общем, я бы хотел сказать, что правил, правил вообще нет, тем не менее, есть очень простые, простой набор таких инструментов, которые могут нам помочь понять вообще, что классно смотрится, что не очень, на что стоит обратить внимание, что подправить, что подкрутить, чтобы, допустим, потраченные там две недели на моделирование какой-то вещи всего лишь за час улучшить, довести до какого-то более привлекательного уровня, и об этих принципах я буду рассказывать на мастер-классе, приходите, я буду очень рад поделиться, и я планирую взять ваши работы и вместе с вами их разобрать, постараться улучшить, поэтому на выходе скорее всего у вас будет прямо сразу уже какое-то улучшение текущих ваших обстановок, вашей, вот, спасибо еще раз, очень рад выступать на платформе, спасибо, Тимур, ты супер, жжешь вообще сегодня, класс, вот, спасибо, ребятки, всегда рад стараться зажечь для вас как шумы, все, всем пока, спасибо, спасибо.